Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Ну что, девочки, мы, по крайней мере, неделю это будем находиться на карантине с мальчиками. У старшего моего, получается, каникулы пока что неделю. Вроде как говорят, что до 12 числа, до 12 апреля могут продлить, но пока неделю. Вот, и младшего я тоже написала заявление, пока тоже уходим на неделю, дальше будет видно у нас. На самом деле, я не унываю, у меня столько планов на этот, ну скажем так, не то что карантин, да, особая обстановка, скажем так, как это у нас называют. В общем, я планирую тут, ну, порядок наводить и, в общем, всякое такое. Сегодня у нас второй день, на улице очень классная погода, у нас солнце и прямо, ну прямо вообще весна, весна, весна. Я сегодня планирую пойти, ну скажем так, в наш двор и там поубираться, собрать старые листья, у нас зацвели кое-какие первоцветы. В общем, всё такое буду сегодня делать. Потому что дома поубиралась я вчера уже, ну так, полы намыла. В общем, сейчас пойду, покажу вам тоже цветочки, которые зацвели уже классные. Единственное, что, несмотря на солнышко, такой очень холодный такой, знаете, пронизывающий ветер, это не очень здорово, потому что не знаешь, во что одеться. Куртку оденешь жарко, без куртки холодно, в общем, как-то так. В общем, пойду я сегодня упираться. Субтитры сделал DimaTorzok Моя помощница Пёсина, да? Вот, думаю, девочка мне помогала, скажи. Помогала я маме, да? Помогала. Вот. Что, девочки, обработала я свои розочки. Вот мои первоцветы. Очень некрасивые такие, беленькие. Я не помню, как они называются, но, в общем, не суть. Синенькие тут распускаются. Тут ещё беленькие. Вот тут. Вот беленькие. Тут пособирала листиков немножко. Уже сорняки, кстати, начали расти. Но для сорняков, конечно, рановато. И вот ещё. Работала в своих девочек, в своих розочках. Очень я их люблю. Всегда с них всё у меня начинается. Вот. Правда, ещё, видите, сухие листья остались. Ну, зачем ты это грязёшь? Зачем? Ну, зачем? А ещё холодновато, конечно, в земле ковыряться. Руки прям дубеют. Вот, видите, они мне пытаются тут распуститься. Но морозы ночью. Ночью было сегодня минус пять. Сейчас плюс три. Вот. И когда начинаешь в земле ковыряться, хоть у меня вот такие перчатки, извините, они грязные. Но руки прям, ну, холодно рукам очень. Вот. Поэтому я только девочек своих обработала. Я их так и называю, девочки, кстати. Девочки мои. Розочки. Ещё листья тут. Ну, смотри, какие-то ветки поломаны. Но я пока ничего не буду. Как-то не обрезаю их пока. Потому что ещё ночью морозы. Вот. И первоцвета. У меня их было больше. Вот этих вот. Видите, они у меня так по краешку сидят. Грядочки. Вот. Но мой кот, он тут удобряет, в общем, мне розы. Особенно любит вот с этой стороны. Вот с этой стороны под вот этой большой розой. И, в общем, я так понимаю, что он тут повытаскивал. Некоторые, потому что у меня вот здесь вот начали прорастать первоцветы. Хотя эти первоцветы у меня сидели только по краешку. В общем, вот так вот. А это у меня роза такая, переросток. Она больше двух метров высотой. Она наверху привязана. Даже не знает, что с ней теперь делать. Вот. Будет ещё летом расти. Потом буду их подкармливать. В общем, люблю я розы, девочки. Очень. Вообще люблю белые розы. Но у меня нет ни одной на участке белой розы. Потому что они у меня гибнут. Не знаю, почему. Хочу в этом году опять купить белую розу. Ну, вот. Так у меня красная, розовая, жёлтая. Так что вот так. Ну, ладно. Сейчас ещё вот этот мусор отвезу. Тут я не убирала ещё пока ничего. Подруга тут только убирала веточки, да? Кромсала, да? Подруга моя. Пойдём мужиков наших кормить обедом. Суп у меня уже сварен. Сейчас просто надо будет разогреть. Покушаю тоже. Отдохну немножко. И домашними делами будем заниматься. Да, подруга моя? Ты моя подруга сладкая помогала мне. Она с мужиками не тусуется. Со мной тусуется. Да? Кажем, я маме помогала. В огороде копала. Да? Ну, я моя сладкая. Ну, ладно, пойдём. Все тушь, всё вкусно вода. Девочки, а муж у меня тут решил сделать обеденный стол. Сам. Вот такой из деревяшки. Он пока... Это пока всё заготовка. У него такие ножки. Вот такие вот. И вот такой пока стол. Он в два раза больше, чем наш предыдущий. Вот, видите, он тут шкурит. Сейчас поехал ещё в магазин Оби. Что-то ему нужно было. Какие-то фрезы, там ещё что-то. В общем, вот такой вот тут красоту огромную у нас делает. Лёва, папа у нас молодец. Угу. Вот такой вот у нас будет новый стол. Останется только купить стулья. Но и хочу без скатерти его использовать, а только сюда такие подставки положить. Ну, какие-нибудь красивые купить под тарелочки. Ну, и по центру там цветочки, вазочка. Всё такое. Красота, в общем, такое. Ну, у нас помещение позволяет сделать больше стол. Да, и народу у нас всегда много. Поэтому решили вот такой. Муж решил сделать у меня сам. Так что вот так вот. Как раз у меня приехал муж в Соби. Купил себе вот такие штучки тут всякие разные. Ну, в общем. В общем, всякие разные штучки. Ещё попросила у него купить мне такие-нибудь горшочки для рассады. Мне ещё пока, правда, рано пересаживать. Но всё-таки вот такие вот он мне купил. Говорит, 200 рублей. Стоит 12 штук. И здесь вытаскивается донышко. То есть удобно будет потом пересаживать в грядку. Вот такие две упаковочки. И ещё вот такие вот цветочки милые девочки. Смотрите, как красиво. Такие миленькие цветочки. У меня теперь будут... Ой, они даже пахнут вкусно. Ну, красота. Смотрите, как красиво. на ужин сегодня мы решили сделать барбекю муж у меня купил вот такой кусочек мяса вот такой на кости свинину сейчас я ее замариную разрежу на порции здесь 6 штучек получается в таком маринаде замариную буквально полчаса достаточно вот и пожарим с ним вкусненько на костре вот кстати детки такой едят и мы сможем на завтра еще останется так что такой у нас будет очень вкусно нужен я порезала замариновала мяско вот так она в маринуется очень кстати вкусный маринад девочки увидите это купить его мясо получается просто обалденно я тут еще поставила дать свои цветочки нашла горшочки правда они очень большие но это единственное которое у меня есть такие симпатичные поставлены вот эти цветочки и хочу не замуж быть один на кухне здесь оставлю вот этот может быть вот этот куда-нибудь сейчас тоже поставлю на красота вот у меня такой горшочек давно давно тоже покупала не помню где с кошечками такой и вот такой еще синенький у меня правда вот эти не родные к ним не знаю где они не нашла вот такие а тут у меня вам микро зелень вот но еще не проросла не лампочка дневного света так что они тут у меня растут еще красота у меня и и у нас девочки представляете минус 2 на улице пошел снег но такой мелкий 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 знаете такой как моросящий я бы это так назвала так вот мы проводим карантин вот у меня на самом деле очень-очень много планов на то чтобы но уже прибраться во дворе подготовить все к тому чтобы там посадить уже все но что-то погода не шепчет потому что ночь очень холодно в земле конечно ковыряться очень-очень холодно руки прямо мерзнут знаете как будто вот в снег опускаешь руки хотя земля рыхлая земля то есть не замерзшая но при этом все равно очень прям сводит руки как холодно поэтому я решила пока в земле ковыряться не буду просто наведу порядок ну ближайшее время да наведу порядок во дворе хоть и убираешься осенью весной все равно столько мусора находится осенью я также сгребаю обычно листья вот эти ветки все это убираю и все равно весной каждый раз я вот все равно еще раз убираю вот это все дело вот так что вот так вот но со столом потом когда можно делает уже наверно но сейчас он все выходные возятся с ним мальчишки мы еще немножко помогают но они любители вообще что-нибудь такое там построить соорудить и так далее вот и потом покажу вам конечный результат что у них получилось потому что будет все здорово вот но я на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным интересным не забывайте кто не подписан подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно напишите как вы проводите если у вас есть карантин как вы проводите чем занимаетесь может быть что смотрите какие-то сериалы интересные мне тоже будет интересно почитать так что пишите но я всех люблю целую до новых встреч